так добрый день мы продолжаем нашу серию разговоров о важном сегодня мы поговорим с яной не знаю как правильно полностью за эту должность компания менеджер домашней школы тренд урок и мы поговорим сегодня про такую тему очень важную день защиты животных мы вообще естественно про защиту животных и она сама вызвалась про нее говорить и поэтому вопрос первый сразу почему почему эта тема тебя так ну вообще я очень люблю животных я да в принципе довольно таки часто помогаю участвую в различных благотворительных акциях и животные для меня и такие немножко беспомощные существа которые не могут они не могут пожаловаться они не могут сказать где они болят плюс они очень особенно если брать допустим собак например они очень преданные для своих хозяев а к сожалению люди очень часто предают неважно какое животное там кошку собаку птичку и могут просто выбросить например и поэтому мне вот это очень их всегда очень жалко поэтому мне это близко ну наверное стоит сказать что на ранее как-то просто когда ты говоришь животные такие беззащитные милые то и понимаю мы наверно говорим про какие-то конкретных потому что если представить какого-нибудь там кита или я понимаю что в каких-то ситуациях он выглядит да когда там браконьер и все ну-ка или какой-нибудь медведь или какой-нибудь тигр то он не очень похож на ну такого безобидного беззащитного если маленький то похож я думаю что все-таки основное это вот кошки собаки домашние животные то есть тех которых мы как бы мы ответственно за тех кого да учили да да все верно конечно да больше про этих но при этом при том несмотря на то что есть некоторые животные которые сначала кажутся такими злыми агрессивными как там тигры я не знаю какие-то слоны и носороги крокодилы и так далее очень много все равно животных у нас исчезает попадает в красную книгу например у нас там очень много занесено животных и браконьеры к сожалению тоже очень многих убивают исчезает очень много видов и поэтому несмотря на то что они такие кажется злыми страшными где-то агрессивными но это защита это инстинкт это все понятно естественно что они могут где-то там укусить человека или там съесть даже или еще что-то но все равно я считаю что нужно их оберегать спасать как мы всеми возможными способами да хорошо давай тогда разделим эти два направления до первое но понятно больше про если мы говорим про животных не домашних не про собак и кошек которым в принципе скажем так ничего не угрожает с точки зрения нашей антропогенной антропогенного влияния не вполне себе живут в наших условиях им не угрожает то что мы вырубаем деревья там это одно направление второе это вот экологическая проблема понятно что те же тигры они во многом вынуждены да или там многие дикие животные просто места обитания сужаются мы вырубаем деревья и так далее давай сначала наверное более сложный второй вопрос про экологию понятно что помочь есть какие-то фонды но фонды это все-таки очень такое некий посредник между тобой и вот этим делом и сложно следить чем они занимаются на что идут их на что-то вот понятно собаку я взял конкретно пошел покормил скворечник повесил птичка прилетела я могу увидеть результат своего какой-то помощи заботы о животных а вот такие вот я помогаю амурским тиграм да например есть фонды и так далее вот как человеку понять что он делает все-таки что-то полезно вот или это нужно просто как-то просто верить в то что эти люди тоже заботятся животных но если брать именно такую помощь скажем так материальную если ты хочешь помочь там финансово может быть там едой я не знаю лекарствами какими-то то конечно стоит проверять источники действительно потому что к сожалению в нашем мире очень много шарлатанов которые притворяются какими-то тоже частными приютами и так далее конечно тоже нужно все проверять все реквизиты самостоятельно можно съездить в этот приют например или там тоже у знакомых например спросить это такой момент можно помочь фондом но и в принципе самостоятельную помощь никто не отменял чтобы ты самостоятельно допустим если вот у нас в россии у нас очень большая страна если допустим в районе моря ты живешь можно пойти очистить тоже от мусора чтобы рыбам было легче если там допустим в лесу тоже к сожалению очень много мусора загрязнений можно тоже убрать мусор чтобы птичкам легче дышалось и то есть в принципе это даже самостоятельно можешь что-то делать не обязательно даже финансово как-то условно помогать но своими руками ты тоже очень много можешь сделать полезных дел ты можешь волонтером устроиться тем же самым и я знаю есть некоторые волонтеры которые специально ездят другие города и там другие города или даже страны и там уже помогают непосредственно вот таким более известным фондом но это мы это искала про такую активную помощь а можно она может быть например и пассивно наверное просто скажем об этом что если ты не выбросил бутылку в лесу или тогда взял ее с собой после пикника да и уже убрал это уже неплохо то есть как хотя бы не увеличил количество мусора хорошо если ты еще чужую забрал и уменьшил но хотя бы не увеличивая да то есть хотя бы это да это безусловно это на самом деле очень большая такая проблема и боль наверное текущих наших наших реалий к сожалению не все еще люди привыкли за собой брать мусор особенно это если лето шашлыки лес и несмотря на то что специально отведенных местах можно там и мусорки есть и еще что-то отдыхать развлекаться но к сожалению все с собой все убирать конечно поэтому всегда надо с собой если ты выходишь на природу всегда пакетик с собой надо брать обязательно чтобы потом с собой оставить чистоту и это тоже очень важно и в принципе потому что природа а от нее зависим все мы и животные и люди и и воздух и земля и все это взаимосвязано можно сказать например одна из частных причин на лесных пожаров она бывает ну одна из таких да она связана с тем что битая стекла остается и она играет роль линзы и в некоторых ситуациях просто саму по себе профит возгорание там опилок или лист высухой и дальше идут лесные пожары которые ну понятно приводят гибели и животных и уменьшение хориала обитания и так далее поэтому конечно нужно за собой убирать обязательно быть чист честным чистым да и чистофлотным да и при этом ничем начается квартира или дом от любого места где мы находимся тут правила те же самые ты же не хочешь и сам в каком-то сценарнике да поэтому значит нужно ко всем применять на этом с тобой поговорили да про фонды теперь давай и провод диких животных да которые далеко и как о них заботиться и помогать теперь давай поговорим про домашних все-таки домашние животные тут действительно на человека гораздо больше ответственности в каком-то смысле потому что он приручил да приучил более того это понятно что собаки появились как домашние волки да это некий симбиоз они помогали нам мы помогали ну и в дальнейшем это отделилась эта функция все-таки уже все меньше собака играет роль оба особенно вот эти вот маленькие которые сюда подмышкой они уже точно несколько скорее их надо защищать от всего я не соглашусь они очень да они очень агрессивные это вызывает да скорее такое противно да что ты мелкая так вяжи да вот но все-таки понятно что эта функция утрачена и их разводят как раз для того чтобы они там для чекова не какую-то функцию для кого-то это замена там какого-то близкого человека может быть просто вообще да какая-то коммуникативная функция и так далее и так далее и конечно когда ты берешь животное опасно риск состоит том что когда это это не игрушка в отличие от обычной игрушки который ты покупаешь магазине конечно это живое существо и когда тебе на есть тебе надоедает то тут нельзя как бы просто вы отнести а вы сдать обратно магазин или отдать в детский дом какую-то игру как игрушки можно дать или просто выбросить то так не всегда работает и многие конечно просто вот это на самом деле да это очень это такая одна из моих болей скажем так потому что например даже в федеральном законе о защите животных об ответственном обращении с животными там даже в статье написано что необходимо нести ответственность за животные которые ты приручил это обязательно и не только физически за ним ухаживать но и еще и психоэмоционально скажем так это очень важно и это конечно очень печально когда допустим берут какое-то животное даже для ребенка например или там просто там вот захотели завести собачку почему бы нет но когда они понимают что с ней нужно гулять или от кошки много шерсти или птичка там очень сильно поет и пытаются сдавать ну хорошо если получилась такая ситуация то хотя бы найдите хорошие руки добрые кому это можно передать животное потому что зачастую происходит так что оставляют просто на улице котят выкидывают это вообще очень ужасно и поэтому прежде чем животные брать конечно животные в доме это очень хорошо как и для детей и вообще говорят что кошки обладают таким лечебным свойством скажем так это конечно здорово но нужно сто раз обязательно подумать посмотреть потому что аллергия может быть сдайте предварительно анализы на аллерген может быть вам нельзя кошек заводить а собак можно или там не знаю птичек например никого нельзя и чтобы животные потом не выбрасывать на улицу просто потом эти же животные особенно если брать домашних маленьких каких-то они теряются их могут другие собаки загрызть а или ну они просто могут погибнуть потом эти же животные они оказываются в приютах и получается они там живут они доверяют человеку она потом человек предает предает их и также в приюте потом за ним волонтеры ухаживают да но тут есть эта проблема все таки мы сейчас такую давай моральное составляю что понятно что в целом у любого человека нормального до воспитанного современных там нормах традиция конечно там гибель животного тем более ну опять же мы когда говорим про гибель животного понятно что у нас все равно есть внутреннее это разделение понятно что насекомое или даже рыба например да вот даже в аквариуме ну скажем откровенно нет такого уж прямо да вот этого нерва скажем да от этого если сравнивать с собакой или кошкой да потому что все таки это млекопитающие они гораздо ближе к нам но по всяким биологическим параметрам естественно уж мы не говорим про таких животных лошадь да которые просто там все и вот когда это происходит понятно есть моральная составляющая но есть же и скажем так опасности ну скажем просто откровенно что бродячие собаки мы знаем периодически в новостях постоянно что ставить раньше собак напали на ребенка загрызли или там ранили там покусали и так далее и тут дальше возникает следующая моральная дилемма да это стерилизация или отлов или какое-то гуманное умиршение потому что приюты же тоже не могут быть бесконечными они тоже ограничены то есть все таки здесь мне кажется он еще говорит о том что вот это безответственное отношение к домашним животным она приводит вот потом к тем проблемам которые приходится решать и решать это непросто да получается что просто все животные которые к сожалению оказываются на улице они потом оказываются в приютах приют там очень тяжело содержать на самом деле это потому что не из приюта необходимости стерилизе стерилизовать животных всех собак кошек неважно это одно из обязательных условий если есть приют особенно если это частный приют но и вообще в принципе очень давно распространена такая вещь как чипирование животных да и мы когда говорим про животных выбора защиту животных безусловно это важно вот вопрос давай попробуем ты занимаешь такую вот если мы нарисуем распределение вот здесь этим то про те про кого мы говорили ужасные люди которые там да и издеваются потом есть большая часть людей которые просто относятся нормально да симпатии с любовью заботиться а ты вот на этой части спектра как бы участвуешь волонтеришь там помогаешь очень активно вот как что ты сама пыталась проанализировать почему ты ушла в ту часть вот этого спектра почему для тебя это стало почему как ты пришла к тому что надо вот прямо не просто быть спокойным ответственным гражданином убирать за собой там так далее а вот прям более активно участвовать я поняла я тоже думала на самом деле об этом и когда у меня появилась собака но уже именно в осознанном возрасте причем она у нас появилась абсолютно случайно она мы ее нашли она запрыгнула в машину и просто не стала вылезать это породистая собака мы пытались найти хозяев даже там у нее была скажем так метка некая по поводу того что она из ну не просто с улицы и мы пытались найти хозяев но к сожалению не получилось мы оставили ее себе и вот я начала чаще гулять с ней естественно общаться с другими собачниками тоже и вот как-то вот это меня больше и подвело к тому что нужно помогать потому что очень много в том числе я видела и бездомных собак тоже где у нас там бегают недалеко от дома и мне их тоже жалко становилось и когда собака ко мне приходила и своими жалостями глазами смотрела мне конечно хотелось там ее погладить она прекрасна она кушает она погулялась не поиграли все еще хорошо но иногда он так смотрит что я думаю господи какой ужас без самой беды собака на земле вообще и другие животные этого не получают и вот поэтому наверное вот с тех пор это я начала где-то как раз и помогать фондом мне тяжело именно как волонтерством допустим ездить в приюты непосредственно гулять собаками убирать я несколько раз ездила но я поняла что мне это очень тяжело и я прям я у меня потом истерика несколько дней я поэтому дистанционно помогаю я там либо финансово сама перевожу либо я могу там сбор какой-то организовать либо там договориться что там встретиться где-то направить ну то есть в общем такие организационные больше моменты передавать туда но вот конечно это тяжеловато немножко видите эти психологически понятно да мне вот это тяжело вот наверное вот с того момента как вот у меня появилось животное я стала больше больше помогать да тут наверное такой вот немножко провокационный вопрос но он наверное многих детей может быть и возникает до пробу несколько до серии попробуем коротко хорошо да во первых вот все таки у нас мы про это уже говорили да есть какая-то градация внутренних животных да ну в смысле убить комара это ну в общем многие да это каждый практически там а или там например змея да да есть если чувствуешь опасность от животного то ты как бы относишься а с а и кошка это конечно ну это совершенно другое отношение и вот вопрос диаграент да вот как как человека для себя провести вот когда это вообще важно вот это отношение да когда это мы ставим по сути мы совокошку приравниванию в некотором смысле к человеку, да, уголовная ответственность и так далее, но никто, ну, вряд ли кто-то там, да, кого-то посадит за убийство комара, там, или гусеницы, или там, да, вот где эта грань, и почему она возникает? Сложно, на самом деле, но интересно. Наверное, потому что все-таки больше змею и комара мы не можем как-то потрогать, а кошку и собаку мы можем потрогать, они к нам придут, у нас больше тактильности с ними происходит, а плюс, особенно, если, допустим, кошек брать, к ним в Египте сколько историй, тоже кошкам поклоняются, в Турции сейчас тоже кошки, это вообще у них отдельный вид искусства, скажем так, наверное, вот они, потому что тоже больше где-то какие-то человечные могут быть, и даже были такие ситуации, что, допустим, животные, кстати, не только кошки, собаки, бывало такое, что им там волки, медведи могли выходить, к людям звали на помощь, чтобы, допустим, медвежонок попал в беду какую-то, застрял где-то, чтобы люди приходили, помогали, но и в то же самое время животные же тоже нам помогают, если нам грустно, например, плохо, если, допустим, собаки-поводыри, есть тоже... Водолазы спасают, да, там... Да, тех же, там, в горах, мультик-фильм Бетховен, да, спасают всех, и поэтому я думаю, что здесь идет такое больше... Они не говорят, но они очень хорошо нас понимают, в принципе, мы их понимаем, и поэтому, наверное, у нас тут такая побольше с ними взаимосвязь, тепла, чем нежели с хладнокровными, с рыбками. Понятно. Хорошо, второй провокационный вопрос. Ну, скорее, дискуссионный, да, зоопарки и цирки. Да. Вообще, честно скажу, цирки, это просто не люблю и вообще не уважаю ничего. Я люблю восточные цирки, там, где люди делают различные трюки, это потрясающе, это здорово, но когда это касается животных, потому что тоже, к самому большому сожалению, из-за денег и из-за жадности, не все тоже хорошо и адекватно дрессируют животных. Очень много, когда это именно физическое насилие воспринимается и так далее, это, конечно, тоже тяжело. Предположим, мы сказали, у нас есть хорошие надзоры, понятно, что есть цирки, там, условно говоря, там, запашных, где, понятно, что есть деньги, за животными сидят, их кормят, видно, что они все там холеные. Кстати, не факт, очень много даже из таких цирков очень... Я вот недавно был на представлении, да, в Петербурге, как раз цирк на Фонтанке, как раз представление братьев запашных, ну, там видно, по крайней мере, внешне, я не специалист, не залог, но да, но так по виду, в общем, не похоже они на каких-то, знаешь, как-то там, кожа до кости, да, то есть это животное. Предположим, мы, понятно, есть совсем там всякие мелкие цирки, где просто там уже, да, допустим, мы от них отказались, да, ну, или есть хороший надзор, но в целом, если как концепция, потому что, я объясню, в чем вопрос, и зоопарков, и понятно, что, с одной стороны, говорят, вот зоопарки и цирки, ну, в цирках, понятно, есть дрессировка, да, некая, и плюс их используют для представлений, а в зоопарках, понятно, ограничены, ограничены вольеры, маленькие, ну, как ни крути, большой ты не сделаешь, все-таки не национальный парк какой-то, да, там, не природный заповедник, а все-таки, и вот, значит, звери ограничены, и вот они, значит, существуют, люди смотрят, на них зарабатывают, понятно, это ясно, мучаются. С другой стороны, кажется, что, ну, для многих животных в зоопарке... Это спасение, на самом деле. Да, и спасение, да, и даже для цирковых, мы же знаем, что некоторые, да, берут цирк и выхаживают, да, тоже берут каких-то животных, которые, например, уже не могут вернуться в дикую природу, просто потому, что их выхаживают долгое время люди, и они просто отучаются, да, они их уже не примут, они будут там слабые для конкуренции настоящей. То есть вот вопрос... Отношения. У меня, ну, вот, в любом случае к циркам у меня все равно негативное отношение, и тут как ни крути. Неважно, это цирк, который, условно, где-то там в деревне переездной, либо большой. Но к зоопаркам, да, есть там часть животных, которые специально привозят в зоопарке, но большая часть, на самом деле, там животных, которые именно действительно спасены, либо которые, допустим, очень маленькие, родились, и их просто, ну, их же... их же и съедят потом. Ну, да. Даже их же сородичи. Поэтому, в принципе, в целом, здесь люди даже и помогают, ухаживают. Да, хорошо, пусть там вольер не очень такой большой, не целый лес, но, тем не менее, например, белый мишка, он может и поплавать, и там поиграться, медвежонок. Панда недавно тоже вот родилась у нас. И хотя тоже, чтобы панда в дикой природе родила, это очень... Ну, да, это очень редкое событие, да. Да. И поэтому тут люди, если это зоопарк действительно большой, в городе, допустим, какой-то, то за ним ухаживают, это, я считаю, даже, в принципе, и здорово. Плюс еще вообще, или детей тоже познавательно походить, ну, каждый... Где еще увидеть, да. Да, кошку-собаку, а вот что медведь бывает, и белый, и бурый, там, и еще какой-то. Да даже корову городского ребенка увидеть, контактный зоопарк, походить хотя бы, как коза выглядит уже. Ну, да. Я, когда проезжаю за городом и вижу лошадь или корову, или овцу, я просто... Я верещу, как ребят, говорю, корову, хотя, как бы, ну, у меня в детстве... Мое детство проходило больше в деревне, на дачу, летом, не было у нас гаджетов никаких, но все равно, как бы, до сих пор вызывает восторг. Да, я даже, честно говоря, даже когда утка выходит на берег, все равно какой-то, есть внутренний какой-то хотя оказалось бы, да. А для ребенка, который родился в городе и вообще не выезжал, конечно, это вообще может быть, да. Да, да. Хорошо, третий провокационный вопрос. Ну, они уже концу... Сколько их? Ну, мы приготовимся. Так, интересно. Охота. Охота, и туда же мы, я сейчас объясню, почему присоединим мясо как продукт, потому что, ну, охота, понятно, это все-таки больше развлечения, и мясо это все-таки потребность, мы знаем физиологию, да и, в принципе, ну, животные едят друг друга, если уж так говорить, то есть мы в этом случае... Способы охоты разные, да, но все-таки почему эти два вопроса объединены, потому что, в принципе, чаще всего, если мы не говорим, ну, если говорить нормально, охота цивилизованная, браконьерство не берем, понятно, нарушение закона, то охота, как и заготовка мяса, это во многом выращивание животных для этой цели, то есть этих животных не было бы, если бы мы, ну, то есть коров бы не разводили в таком количестве, если бы, ну, там, если бы не холестных пород, да. Охота тоже часто, это регулирование, есть же там квоты, то есть говорят, что вот этих особей тут слишком много, более того, реально бывает много, мы знаем пример, когда в Австралии кроликов завезли, и там прям, это было вообще жизненная необходимость их как-то с ними бороться, вот, вот как ты относишься к этому? Если брать именно охоту, кстати, к рыбалке я ровно отношусь, почему-то, если это... Вот видишь, вот это, и вот это дезинференциация. Да, вот это тоже, вот всегда, вот несмотря на то, что я люблю животных, да, и жалко мне их бывать, если им плохо, я не вегетарианка, как бы, то есть, вот. Ну, это нормально, смотря, это, если кто-то думает, мне кажется, если кто-то думает, что это должно прям в связке идти такой... Ну, как-то вот некоторые почему-то в последнее время, особенно сейчас в последнее время, тема с помощью животным и так далее, с приютами, она как-то вот, я помогаю животным и вот не ем мясо. И, как бы, очень многие так и думают, что если ты помогаешь животным, то ты не должен, как бы, есть, ты должен только овощи кушать, как бы. Ну, вот, что касается охоты, это, конечно, для меня всё равно это немножечко разное, потому что мне тяжело всегда об этом говорить, но, тем не менее, когда у нас курицы, там, да, они производятся на отдельных фермах, которые у нас потом, которые мы потом едим, а вот, допустим, если у нас есть какое-то, ну, что-то типа отведённого места как-то специального, где можно там на овощей каких-то поохотить или ещё что-то такое, то это, конечно, даже несмотря на то, что там есть лицензия, ты приходишь, платишь денежку какую-то, можешь охотиться, всё равно для меня это как-то немножечко... Это... я это не очень воспринимаю, мне всё равно это немножечко очень тяжело даётся, и я это не совсем одобряю, потому что, ну, как бы и так тоже много всего причиняем. Мне кажется, это же такое немножко первобытное, да, это вот как смотреть на огонь, ведь мы же тысячи лет охотились, и, можно сказать, там была более честная, но, с другой стороны, как... нас природа не наделила ни когтями, ни скоростью, ничем, поэтому мы чем могли, палками, камнями. Да, но вот с другой стороны, чтобы людям выжить, им нужно было мамонта убить, как бы, то есть, по сути, и там, одеяние себе сделать, там, и покушать, и прогреться, и там ещё неизвестно, когда в следующий раз мамонт будет, но всё равно мы сейчас живём немножечко уже в другом мире, по сути, нам не обязательно уже этого мамонта убивать, нам можно... нам предоставят уже андроид-гейков. Как это ужасно не звучало, но... Можно лить варочки и виртуально поохотиться. Это очень хорошее, да, между прочим, у нас сейчас искусственный интеллект, нейросети, технологии, это у нас всё преобладает, поэтому, в целом, почему бы и нет. Да, хорошо, ну, то есть, в целом, мы говорим, что охоту мы... Ну, как бы, я сейчас подытоживаю твои, да, ответы, что охота, это, как бы, она существует как явление, вряд ли с ней можно что-либо сделать, тем более, что в каких-то моментах она действительно может быть полезна с точки зрения регуляции просто численности, если это просто, мы знаем, есть система биоциноза, когда много волков тоже плохо, потому что тогда будет мало зайцев, потом будет мало зайцев, потом будет мало волков, потому что их нечего есть и так далее. Вот, ну, а что касается вегетарианства и вообще мяса, то это, в общем, отдельная большая тема, но кажется, что действительно она не так связана с заботой о животных, потому что, вообще говоря, во-первых, сами животные едят друг друга, и это закон природы, и тут ничего не сделаешь, и многим животным нужно мясо, да, и они просто не выживут по-другому. Ну, и, во-вторых, опять же, тоже такая дилемма, например, там, как говорят, есть сверчков вместо мяса, сверчки тоже животные, и поэтому, ну, в общем, да, и чем будет отличаться мясо, выращенное в пробирке, про которые говорят, от коров выращенной специально для этого, ну, только то, что ее не убивают фактически, ну, там уже тоже такая размывается эта грань, мне кажется, что, в общем... Тут там очень много и за, и против. С одной стороны, я понимаю вегетарианцев, да, почему они пропагандируют, что нужно, там, гуманность, чтобы защищать и так далее, и тому подобное, но, с другой стороны, как бы у них потом тоже очень много потом проблем возникает со здоровьем тем же самым, там, еще что-то, и поэтому тут тоже такая вот тема. Мне тоже кажется, я бы еще тоже задал вопрос, когда вегетарианец, например, борется настолько за животных, но, например, когда берут и картошку выкапывают, но картошка тоже это живое, вообще-то это живое, мы классифицируем, это живое, картошка, перец, растения, грибы тоже. Почему мы считаем, что там грибы уничтожить это нормально, но потом, может, можно вообще довести до предела, сказать, ну, вообще, когда ты заболеваешь каким-нибудь гайморитом, это же там бактериальные, бактерии тоже вообще живые, что ж ты их убиваешь, ну, пусть и живут. Ну, то есть, тут, в общем, мне кажется, тоже есть некая, ну, такая, не до конца додуманная. Я уверен, что, наверное, в этих... Это же тоже некая религия, в каком-то смысле, да, я... Да, да. И там наверняка есть, у адептов этой религии, наверняка, те, кто расписывает, наверняка есть ответы на многие вопросы. Я думаю, если бы сейчас сидел со мной этот человек, он меня быстренько там размотал по этой теме, да. Но все-таки кажется, что там много такого тоже не думано. Уж по крайней мере, мне кажется, что это та вещь, которая не должна восприниматься как догма и не воспринимается позиция противоожей стороны. То есть надо с уважением относиться, что есть такие люди, они не едят хорошо, а есть люди, которые едят, и тоже нормально. Главное, чтобы, наверное, если мы говорим, чтобы когда это происходит, на этих фермах, все, что там соблюдались, все правила гигиены, чтобы уменьшение было как-то мне сейчас максимально безболезненно. Да, да, да. Все, да, то есть это как бы... Все это свое, да. Ну, наверное, не знаю, мне, наверное, провокационные такие вопросы закончились. Я рада. Мы бы так про такие скользкие темы проговорили, про защиту животных. Поэтому, наверное, можем подвести итог, что ты бы хотела сказать тем, кто смотрит, родителям или детям, да, по поводу защиты животных. Я хотела бы сказать, что неважно, как вы помогаете, главное, в любом случае, любая помощь, это уже хорошо. То есть убрать мусор за собой, чтобы птичкам легче леталось, дышалось, белочки лучше прыгали. Там, с пляжа убрать тоже за собой мусор. Может быть, какую-то одежду не выбрасывать, а передать в приют, например, животным. Это тоже, на самом деле, очень актуальная вещь. И любая помощь, это в любом случае хорошо. Ну и важно с самых детских лет прививать любовь к животным. У детей это и ответственность также, чтобы ребенок понимал, как нужно ухаживать, заботиться. Это очень полезный навык в будущем потом для него. И в целом это поможет детям быть более доброжелательными, ласковыми, если они с самого детства начнут взаимодействовать, коммуницировать с животными. Плюс еще мы в последнее время живем в 21 веке, у нас очень много гаджетов различных. К сожалению, в последнее время дети мало, допустим, гуляют, общаются со сверстниками. Они в основном в телефонах или в каких-то онлайн играх. А животные это тоже один из способов, если у вас есть домашнее животное, конечно, то это один из способов развивать у ребенка тоже прекрасные чувства, тактильность. И это всегда очень здорово и классно. Да, ну я бы совсем согласен. Я бы еще добавил, что, мне кажется, животное это хороший вообще тренажер для ребенка в том смысле, чтобы он понял, что любовь и забота и ответственность это понятие круглосуточное, да, и они нельзя так сейчас заботиться, заботиться, позаботиться потом забить, забыть, потом опять вернуться. Вот в моем детстве была хорошая игрушка, сейчас тамагочи, да, вот там тоже был питомец, и ты за ним заботишься, но он, если ты плохо заботишься, он там умирал, да. И одно дело, когда это вот электронная собачка или кошечка, да, которая там была, и понятно, что это просто игра. А другое дело, надо понимать, что в реальной жизни это не игра, что это действительно животное, которое может страдать, ему может быть плохо, больно. И, конечно, прежде чем заводить животное, или уж потом, когда ребенок станет взрослым, семью детей, а это уже еще большая ответственность, потому что это еще, да, там, следующий уровень заботы и ответственности, то нужно быть готовым к этому, и нужно быть готовым к тому, что вот это вот понятие любви и заботы, его придется управлять постоянно, и нельзя взять выходной, нельзя уйти в отпуск, оставить там на месяц, на два кому-то другому. Конечно, иногда бывает, что дети стоят, родители заботятся, и часто бывает, что собака покупается ребенку, а гуляют с ней потом в 6 утра родители, да, очередь. Но все-таки вот если правильно это все преподнести и привить, это очень сильно поможет ребенку в дальнейшем жизни. Поэтому полностью согласен. Да, заботитесь о животных, любите их. Любите животных. Да. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok